Как часто можно услышать фразу «Франция – колыбель моды»? Почему именно эту страну считают родоначальницей понятия «мода» в ее современном понимании? Ответ на этот вопрос многие пытаются найти не в далекой истории, а в недавнем прошлом, перебирая знакомые фамилии французской моды, такие как Диор, Шанель, Синдикат высокой моды, Кутюр, Прето-Порте и прочее. Но все произошло гораздо раньше. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и в этом видео мы поговорим с вами откуда же пришел термин «мода», благодаря кому и чему мы сегодня знаем, что такое модные тенденции и как эта самая мода влияет на нас, людей и на нашу жизнь. Восхождение на олимп мировой моды Французская республика начала в 17 веке в эпоху пышного и величественного стиля барокко. Конечно, мода существовала и до этого периода, но ее влияние нельзя было назвать глобальным. Не было страны-диктатора, страны-законодателя. В разных регионах мода имела свои особенности – национальные черты. Модные веяния в эпоху средневековья доносились то из Италии, то из Испании, но стать полноправным повелителем мировой моды удалось лишь французам. С середины 17 века в Европе начала устанавливаться общая мода, а национальные особенности отходили на второй план. Когда речь заходит о моде, большинство мужчин склоняются к тому, что это развлечение и забава для женщин, забывая о том, что эта женская забава появилась благодаря мужским политическим играм, что моду, в принципе, родоначальниками моды были мужчины. Формирование модного процесса, который привел человечество к современному восприятию понятия мода, началось во Франции эпохи правления короля Людовика XIV, вошедшего в историю под именем «Король Солнца» или «Людовик Великий». На моем канале вы можете найти видео, в котором я объясняю, как создать визуальную упаковку аккаунту Instagram любому продукту или личности, и привожу пример как раз на Людовике XIV. Так что, если вы хотите изучить какие-то факты из его личной жизни или узнать, как создается визуал, то ссылку на это видео оставлю в описании. Людовик XIV являлся убежденным сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей. К 1680 годам правление Короля Солнца достигло своего апогея. Его армия была самой мощной и многочисленной. Его дипломатия имела влияние по всей Европе. Достижения в искусстве, науке, в промышленности и торговле достигали огромных высот. Французский двор, особенно его Версальский период, когда королевскую резиденцию Людовик перевез в Версаль, стал предметом восхищения и зависти для многих государств того времени. Великому королю подражали во всем, в том числе и в его слабостях. Королевский двор был подчинен строгому этикету, регламентирующему придворную жизнь. Тон всему задавал Людовик и его многочисленные фаворитки. Король Солнца считался неприкасаемым лидером в вопросах вкуса и большим знатоком моды. Он творил историю, диктовал стиль одежды и вводил в моду новые тенденции. Парики, как у короля, высокие каблуки, ленты, украшающие костюм, трости – все мгновенно становилось новым модным элементом. А французские придворные дамы и королевские фаворитки являлись законодательницами моды. В эпоху правления Людовика XIV все, кто был приближен ко двору, старались по что бы то ни стало выглядеть модно. Мода стала жизненной необходимостью для элиты того времени. При Людовике XIV был издан специальный королевский указ об обязательной смене сезонной одежды. С 1672 года начал выходить литературный журнал «Галантный Меркурий», в котором большое внимание уделялось модным новшествам. Постепенно французский вкус и стиль стали доминировать по всей Европе, не уступая никому завоеванную позицию. Людовик XIV придавал огромное значение своей внешности и тому, как он выглядел в глазах окружающих. Его одежда, внешний вид, манеры – все имело первостепенное значение. Король использовал роскошные обалы, многочисленные банкеты и маскарады для поддержания своего политического статуса. Первенство в моде являлось частью его политической стратегии. Мода стала символом высокого положения человека, она являлась источником влияния и важной частью экономики. В 1665 году генеральным контролером финансов при французском дворе стал выдающийся политик Жан-Батист Кольбер, сторонник политики меркантилизма. Она была основана на необходимости активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность. Кольбер поддерживал французскую промышленность и торговлю, считая торговую экспансию, то есть расширение зоны торговли, ключом к процветанию. Его главной целью были увеличение экспорта и уменьшение импорта, что увеличило приток денег в страну. Во времена правления Людовика XIV процесс производства одежды стал полностью контролироваться государственной властью. Все, кто производил или продавал что-либо, относящееся к данному сегменту, принадлежал к профессиональным гильдиям, каждая из которых строго следила за всеми процессами в рамках своего ведомства. Каждый занимался строго своим делом. Например, продажи текстиля и пошифодежды не могли находиться в рамках одной гильдии. Торговцы тканями только торговали, но не производили ткань. Производители ткани не могли шить из нее, а портным запрещалось покупать ткань у купцов и производителей, чтобы перепродавать и лишить из нее готовые вещи на продажу. Желающие что-то себе пошить, должны были сами купить материю, отделку и уже потом отнести к портному. Таким образом, приобретение новой одежды было долгим и порой утомительным процессом. Частью ремесленного сообщества, имеющего отношение к сфере моды, были швеи и портные. Они принадлежали к системе гильдий, в которых жестко регулировался весь процесс пошива. Гильдия портных была создана только в 1402 году, а до этого гендерные различия в одежде были несущественными. Силуэты очень просты для пошива. Профессия портных стала совершенствоваться при переходе от свободного фактически безразмерного платья к новым силуэтам, требующим профессиональных навыков. Шить одежду мог уже не каждый. По своей природе гильдия портных была весьма патриархальна. Основную работу закройщиков выполняли мужчины, а жены и дочери работали в качестве швей. В 1675 году Кольбер санкционировал создание женской гильдии швей, так как дамы жаловались, что чувствуют себя неловко, раздеваясь перед портными мужчинами. Законодательные ограничения налагались не только на работу портных, швей и торговцев, но и на покупателей. Это делалось для поддержания классовых различий. Мода была привилегией аристократии. Только знать являлась неоспоримым лидером в этом вопросе. Все новые тенденции и стили рождались при дворе. Были изданы акты, запрещающие простолюдинам носить фасоны одежды и обуви, характерными для людей более высокой социальной позиции. Законы, ставящие в зависимость от социального статуса количество и качество одежды, существовали во Франции еще с 13 века. Было четко определено, сколько одежды мог иметь один человек, из какой ткани можно было ее сшить, количество платьев в год или количество платьев на конкретного человека, количество материала, которое шло на пошив одного платья, кто и какой фасон мог себе позволить. Виды тканей были строго распределены по классам и те, кто осмеливался нарушить правила, могли понести наказание. Простолюдин не мог надеть одежду из шелка, не мог использовать ткани ярких цветов, которые любили аристократы. Такие же регламенты существовали и в ряде других средневековых европейских государств. В Англии в 12 веке был издан указ, согласно которому женщины и девушки, не имеющие дворянского звания, не имели права приобретать больше пары платьев в год, а дворянки имели право на четыре платья в год. А в 1294 году вышел эдикт французского короля Филиппа Красивого о роскоши, который запрещал носить мех горностая, золотые пояса и шелк женщинам недворянского происхождения. Совершенствование швейных навыков и строгая система, регулирующая приобретение и ношение одежды, способствовали зарождению понятия «мода», так как сам термин «мода» произошел от латинского слова «modus» – мера, образ, способ, правило, норма. В истории не всегда есть точные ответы на любые вопросы. Вероятнее всего, мода как явление, постепенно вовлекающее в себя все социальные слои населения начала возникать спонтанно в западноевропейских странах из-за появления все большего количества новых одежд и различных аксессуаров. Когда европейская средневековая феодальная система стала претерпевать изменения, а аристократия утрачивает свои лидирующие позиции, зарождающийся класс буржуазии, богатейший, а следовательно, имеющий возможность потреблять адресованные знати модные товары и стремящийся быть столь же модными, как и члены высшего общества, начал приобретать вещи, ранее доступные только первому сословию. Аристократическая элита восприняла это в штыки и пыталась сопротивляться подобной тенденции. Людовик XIV, создающий все условия для процветания моды, поддерживал классовое разделение. Король ввел четкие правила потребления моды в зависимости от классовых различий. В то время очень высоко ценились товары из Италии. Аристократы охотно приобретали итальянскую модную продукцию. Ну, Людовик XIV и Кольбер относились к этому негативно, считая, что такая практика наносит удар по величию Франции. И министр заявил, что все, чего он хочет, это то, чтобы французы покупали только французские товары. Из Италии в страну были привезены специалисты для обучения французских, рабочих, искусству создания предметов роскоши, соединения особого французского вкуса, мастерства французских ремесленников и новых итальянских технологий дали результат. Продукция класса люкс стала заполонять Францию и будоражить сознание всей Европы. Уже к 1660 годам вся европейская знать начала одеваться по французской моде. Франции удалось создать такой имидж для своих люксовых товаров, что повсеместно укоренилось четкое мнение, модные новинки можно найти только в Париже. Это вызвало массовое паломничество в город. Даже во время Великой Французской революции Франция осталась стоять на высшей ступени мирового пьедестала моды. У Марии Антуанетты, жены Людовика XVI, придворной модисткой была Роза Бертен, получившая прозвище министр моды. Ее популярность достигла небывалых высот. Все придворные дамы, затаив дыхание, следили за нововведениями от мадам Бертен. Именно Розу Бертен, обслуживающую французскую аристократию и открывшую собственный модный магазин, многие историки моды считают первой ласточкой модельного бизнеса, которая уже в XVIII веке переросла понятие модистка, став по сути тем, кто впоследствии станет называться кутюрье. Великая Французская революция, начавшаяся в 1789 году, стала не только периодом крупнейшей трансформации социальной и политической систем, периодом хаоса и нескончаемых кровопролитий, но и временем бесконечных смен модных тенденций. Революционеры стремились уничтожить все, что символизировало монархию, поэтому одежда использовалась как визуальный символ оппозиции. После революции начался новый период истории моды. Аристократические предметы роскоши, драгоценности, чрезмерность в нарядах на время ушли в тень, уступив место более демократичной моде. Дамская послереволюционная мода постепенно начала возвращаться к замысловатым фасонам, а вот мужская потерпела кардинальные изменения. На первый план в новой жизни вышли успешные работающие мужчины. Главными требованиями к костюму стали прежде всего хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Революция привела к концу моду, создаваемую королевским двором, и это вызвало кризис в индустрии роскоши и в профессиональных гильдиях. Однако отмена старых ограничений дала толчок к развитию нового процесса. У производителей появилась возможность совмещения нескольких видов деятельности. Во Франции, как и в ряде других европейских стран, во второй половине 18 века стали открываться первые конфекционные дома и магазины модиста, где одежда и белье изготавливали на продажу, а не на конкретный заказ. Они стали прообразами будущих магазинов готового платья и сопутствующих бытовых товаров. С наступлением 19 века великолепная французская мода вновь вышла на первый план. Самым знаменитым творцом моды при Наполеоне первым стал предприниматель, поставщик императорского дворца Дуиполит Леруа, потеснивший нескольких именитых придворных портных. При модном магазине Леруа работала швейная мастерская. Не являясь ни портным, ни художником, новоявленный кутерье, который в дореволюционном Париже занимался парикмахерским ремеслом и торговлей, привлекал к сотрудничеству лучших парижских портных, таких как знаменитая швея мадам Рэмбо и художников, способных визуально воплощать идеи новых туалетов. 19 век стал эрой становления современной модной мировой системы. В середине столетия, в период правления Наполеона III, мода получила во Франции новый виток. Производство одежды и торговля модными аксессуарами начали приобретать массовый характер. А главным властителем моды становится Чарльз Ворд, англичанин, приехавший в Париж для воплощения в жизнь своей мечты – стать не просто портным или торговцем модной продукцией, а создателем новых тенденций. Ворд открыл в Париже свой модный дом и через некоторое время сделался единовластным диктатором французской, да и практически мировой моды. Именно Чарльз Ворд удостоился в истории моды звания первого мирового кутюрье, человека, задающего модный вектор. Процесс становления модной системы подошел к кульминационному историческому моменту в 1868 году, когда Чарльз Ворд, завоевавший титул первого французского кутюрье, впервые написал свое имя на платье, созданном в его мастерской. Мода стала создаваться и производиться в одном месте. Маленькая деталь, авторская подпись перевернула весь модный процесс. Теперь производители одежды могли ориентироваться на авторитетного кутюрье. Появилась практика создания копий одежды. Мастера, у которых благодаря элементарному приему Ворта появились имена, создав модель для определенного клиента, имели возможность выполнить ее еще несколько раз и для других заказчиков. Затем лекало можно было продать для последующего серийного производства. Однако в любом случае платье носило имя своего дизайнера и защищалось от копирования созданной системой лицензирования. Таким образом, начался новый виток в истории мировой моды. Она обрела авторство, стала детищем кутюрье, а не дам из высшего света. Также Чарльзом Вортом была создана первоначальная форма существующей сейчас Федерации моды. Ее оригинальное название – Синдикат конфекции и кутюра для дам и девиц, в котором еще не было четко определено различие между понятиями кутюр – индивидуальный пошив элитной одежды, и конфекшн – создание готовой одежды по стандартным лекалам. Организация состояла из парижских портных и была создана по модели средневековых гильдий, защищавших своих членов от пиратства. В ней определялись даты представления новых коллекций, количество моделей в каждой коллекции, взаимоотношения с прессой, рекламные мероприятия. При этом первичной задачей организации было урегулирование трудовых условий для швей, работающих в модном бизнесе. Этот синдикат был распущен в 1910 году и заменен в 1911 на обновленную организацию, названную Федерацией парижских кутюрье, для того, чтобы окончательно разделить понятия кутюр и конфекшн, придав таким образом высокой моде и ее создателям кутюрье особый статус. Многие из этих правил эффективны и сегодня. Реформаторам моды, создателям нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и в Америке до начала 1920-х годов, является французский модельер Поль Пуаре. В начале 20 века в мире моды появляется целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представления о манере одеваться, таких как Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Жан-Алан Вен, Жан-Пату и другие. На рубеже 19-20 века в один из интереснейших периодов в истории моды начала формироваться спортивная мода. Современный покрой одежды установился после Первой мировой войны. Хочется сказать, что путь становления моды был тернист и метался со стороны в сторону, но, безусловно, любой путь, путь первооткрывателей не может быть простым и легким. Пусть эти слова мотивируют вас, если вы сейчас находитесь в начале своего пути, начали какое-то обучение или открыли бизнес, но если идти вперед не сдаваясь, маленькие шажочки обязательно приведут вас к большому результату. Всем желаю хорошего настроения и спасибо, что смотрите меня.